Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы с вами поговорим о томатах, а именно об одной из проблем, которая касается завязывания плодов. Очень часто многие наши подписчики жалуются на то, что томаты, особенно в открытом грунте, но и в защищенном тоже, обильно цветут, однако же завязывают мало плодов. У нас есть несколько выпусков на канале Процветок о том, как без дополнительных подкормок увеличивать урожай различных растений, в том числе томатов. Для томатов защищенного грунта одна из проблем, которая часто очень влияет на завязываемость плодов, это жара в теплице, когда пыльца высыхает в течение дня, именно днем происходит опыление. В этом случае есть методы, которые помогают решить эту проблему. Вторая проблема – это нехватка бора. Многие почвы, а в Республике Беларусь в особенности, и вообще подзолистые почвы в целом, да даже и торфяные, очень обеднены бором. Бора очень мало в почвах. Там, где ледник прошел, закрыл вот этот слой старого морского древнего дна и лишил нас многих микроэлементов в наших почвах. Поэтому, конечно, борные подкормки, о чем у нас тоже есть в выпуске на канале про цветок, и вообще микроэлементные подкормки для томата являются очень важными. Это, конечно, подкормка, но не такая подкормка ни в классическом понимании, в том смысле, что подкормка азотом, фосфором или калием. Один из факторов, который также влияет на завязываемость плодов, это посещение растений томата насекомыми опылителями. Привлечение насекомых опылителей в теплицу томатную, равно как в огуречную, но если в отношении огуречной в основном выращиваются портенокорпические гибриды, которые не требуют опыления и вообще зачастую не имеют мужских цветков, и там насекомые уже не требуются, хотя и томат, и перец тоже являются самоопылителями, и существует ошибочное мнение, что в отношении них тоже насекомые опылители не нужны, они самоопыляемы, это правда. Однако же посещение томатов, особенно шмелями, является очень и очень эффективным методом увеличения завязываемости плодов, если в открытом грунте вы можете вдоль своих посадок томатов высеять какие-то растения, ну и вообще здесь свободный лёд пчёл, шмелей на этом участке, поэтому они посещают эти растения, и здесь кисти являются такими полновесными, полностью завязавшимися, с красивыми ровными плодами, то в защищённом грунте надо этих насекомых опылителей туда всё-таки привлекать. Для того, чтобы это сделать эффективно, высаживайте растения, которые активно посещаются пчёлами и шмелями. Из однолетников это может быть самая элементарная фацелия, даже 2-3 кустика фацелий, которые не создадут вам никаких проблем в теплице, уже привлекут туда насекомых опылителей, которые, попав в закрытое пространство, начнут активно посещать эти растения. Кроме того, одно насекомое, попав туда, тот же шмель проинформирует всех остальных о том, что здесь есть некоторые, пусть и маленькие, но запасы медоносных растений. И они будут с каждым днём посещать вашу теплицу всё чаще и чаще. Это очень важный приём. Кроме того, вы можете расставить какие-то небольшие кормушки со сладким сиропом, для того, чтобы привлечь туда также насекомых опылителей. Вы можете посмотреть в интернете какие-то конструкции, их очень много, как такие кормушки сделать. Буквально можно взять бутылку, налить туда сироп 50 на 50, на литр воды килограмм сахара сделать, можно чуть жиже, затянуть её марлечкой и устроить такую вот кормушечку, куда будут прилетать пчёлы, лакомиться сиропом шмели, и заодно посещать ваши томаты и опылять их. Не бойтесь, накормленная пчела или шмель, шмель является гораздо более дружественным насекомым, менее агрессивным, чем пчела, не будут вас кусать, если зобики у них будут вполне наполнены сиропом или нектаром, а с томата они ещё и будут собирать с удовольствием пыльцу. Поэтому это ещё один из факторов, который без подкормок увеличит вам урожай на ваших томатах. Ещё один важный фактор, который влияет на увеличение продуктивности томата, это, конечно же, влажность. С одной стороны, повышенная влажность вызывает кладоспориоз, вызывает фитофтороз, ну, фитофтороз вместе с пониженной температурой, а на фоне высокой температуры и высокой влажности появляется кладоспориоз. Но слишком сухой воздух также не способствует исчезновению болезни, поскольку провоцирует тот же кладоспориоз, поскольку растения попадают в стрессовое состояние. Поэтому иногда, когда воздух у вас слишком сухой в теплице, пожалуйста, не обрабатывайте сами растения водой, потому что это может негативно сказаться на состоянии листовых пластинок. А берите шланг или опрыскиватель и постарайтесь облить, например, поликарбонат, плёнку или стекло изнутри, то есть поливайте сами стенки. Стенки будут охлаждаться, охлаждать воздух внутри теплицы, температура будет падать, завязываемость плодов будет увеличиваться, тем самым вы также увеличите, существенно увеличите урожай ваших плодов. Кроме того, для того, чтобы ваши плоды были крупными и хорошо вырастали, обязательно нормируйте количество цветков в кисти. Удаляйте, пожалуйста, последнюю малоразвитую зависть. Товарного плода, красивого плода она вам не даст, а вот перетянуть на себя питание из кисти и таким образом лишить этого питания те плоды, которые действительно завязались и крупные, она действительно сможет. Поэтому это ещё один приём, который без подкормок может существенно увеличить урожай в вашей теплице. Делайте такой приём, вот нормируйте количество цветков, оставляйте 4, не более плодов на первых двух кистях, и это очень хорошо простимулирует вам рост 3, 4 и последующей кисти в защищённом грунте. Ну а в открытом грунте, если вы оставляете 2-3 продуктивные кисти, то в принципе этот приём можно и не выполнять. Хотя на форму плодов, на их крупность, а также на вкус этот приём всё равно повлияет. Не жалейте этот последний плод, эту зависть и обязательно её удаляйте. Что ж, привлечение насекомых опылителей, обеспечение понижения температуры путём обливания стенок теплицы внутри, нормирование кисти являются теми, тремя также очень важными факторами, которые помогут получить вам полновесные кисти, как в защищённом, так и в открытом грунте. Используйте эти методы, и вы всегда будете с урожаем томаты. На этом я прощаюсь с вами, до новых встреч!